Вот она, электрощитовая, которая держит в страхе три подъезда пятиэтажки. Жители жалуются, провода здесь не меняли больше десяти лет. Они часто ломаются и даже иногда горят. Люди говорят, неполадки в проводке дома начались два года назад. Из-за устаревшего оборудования стало часто скакать напряжение, и у всех не раз по этой причине ломались телевизоры и компьютеры. Теперь же каждый месяц в электрощитовой коробке происходят короткие замыкания. И в квартирах целыми днями нет света. А в конце декабря старые провода в подъезде воспламенились, и если бы жители вовремя не заметили, подъезд мог полностью сгореть. Был пожар. Загорелись в щитку, загорелись все провода. Огонь пылал, дым был полный и горели провода. Жители рассказывают, электрооборудование и провода в доме не только требуют ремонта, но еще и перегружены. Ведь по станции подключены и соседние предприятия, и магазины, и рыночные киоски. Люди боятся, кабель в подъезде может воспламениться вновь, а он лежит прямо на газовой трубе. И в следующий раз может быть не только пожар, но и взрыв. Все это здесь висит. Щитка нет. Все на скрутках. Все, в общем-то, сделано неаккуратно. А вот о том, что это горело, есть следы. О том, что люди живут в постоянном страхе, это естественно. Почему? Потому что в любой момент, любая, будем так говорить, какая-то неосторожность, неаккуратность, или вода, или еще что-то, замыкание, пожар, это естественно. Жители говорят, они не раз обращались по поводу неисправной проводки и в ЖЭК, и в райисполком, и в электрические сети. Исправить ситуацию им пообещали еще в начале прошлого года, но до сих пор все осталось на своих местах. Мы обратились в управляющую компанию, но там сообщили, проводами и распределительным оборудованием занимается Куйбышевское отделение предприятия Донецкоблэнерго. Энергетики же заявили, ни одной электрощитовой коробки у них на балансе нет. Мы организация, которая обслуживает подстанции, а те электрощитовые все находятся в ведомстве ЖЭКов, ну или кого они там выбрали себе, кто курирует их дом, понимаете как? Донецкие электрические сети не имеют ни на своем балансе, ни одной электрощитовой дома. В мэрии говорят, домов и подъездов с подобными проблемами в мегаполисе сотни. Электросети и другое оборудование и на улицах, и в домах старые. И на полное обновление их у города просто не хватает денег. Вопросы эти будут ставиться на перспективу, для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения всего города. И для этого сейчас готовятся совместные меры города и электроснабжающих организаций, которые являются владельцами, распределительных электрических сетей. Жители дома говорят, они не намерены больше жить под угрозой пожара и взрыва. И снова обещают пойти в электросети и в райисполком. А если им опять не помогут, готовы написать и в Верховную Раду. Оксана Виттер, Андрей Горожа, Панорама.